Приветствую вас, мои дорогие друзья, на связи GrimOptimist и сегодня у нас с вами будет подкаст, посвященный одной кинотрилогии, будем так ее называть, хотя на самом деле она уже перестала быть кинотрилогией, это Зловещие Мертвецы. В нашей стране данная серия не то чтобы сильно известна, наверное многие из вас даже и не знают ее скорее всего, но для меня эта серия была всегда очень важна. То есть впервые я познакомился со второй частью, она 87 года выпуска и представляет она из себя совершенно уникальное кино в каком-то плане, потому что это смесь такой знаете черно-чернушная комедия, комедия абсурда даже в чем-то, с элементами ужастика. В свое время вторую часть я ну очень-очень любил, то есть я ее посмотрел, мне было там совсем немного лет, но мне почему-то она никогда страшной не казалась, там в принципе ничего страшного-то и нет, то есть там чисто черный юмор. Я тогда с очень большим удовольствием ее пересматривал неоднократно, наверное дело в том, что манера съемки очень интересная была у данной киноленты, я аналогов просто не видел. Снимал кстати ее, я вот сейчас забыл как зовут режиссера, надо посмотреть, режиссер Сэм Рэйми, да, довольно известный человек в Голливуде, он снимал, ну например он снял трилогию Человек-паук всю, да, Затащи меня в ад снял также, Оз великий и ужасный, и также ну там Человек-тьмы, если кто-то помнит такой фильм был в свое время. Быстрый и мертвый также он снял кино, это вестерн, ну в общем на его счету огромное количество отличных фильмов, хотя Человек-паук я не люблю серию, но тем не менее, то есть даже кроме этого, и вот его стиль именно съемки, он был просто потрясающий, то есть вот этот гротескный черный юмор, плюс естественно, наверное то, что еще сделал вот данный фильм, это то, что главную роль им исполнял актер Брюс Кэмпбелл, его у нас вообще не знают практически, и в свое время, когда я посмотрел, мне он казался очень похожим на Джима Керри, да, действительно, они внешне, во-первых, немножко похожи, во-вторых, манера, то есть вот это вот кривляние такого, да, ну правда у Джима Керри она более такая выраженная и более комедийная, у Кэмпбелла она такая, менее выраженная, многие его называли тогда, ну типа клоном Джима Керри, тот тем, кто пытается на него походить, но на самом деле Брюс Кэмпбелл-то раньше появился, то есть первые фильмы-то вышли с ним раньше, чем фильмы с Джимом Керри, насколько я знаю, поэтому тут кто у кого что подсмотрел, или может быть, я ни в коем случае не хочу сейчас умолять заслуг Джима Керри, я его очень люблю тоже, это один из моих любимых актеров, но они просто оба хороши, каждый по-своему, и не надо их вообще, ну как-то сравнивать, что ли, то есть они немного в разных жанрах играют, во-первых, вот, и, ну, потрясающий просто харизматичный главный герой получился у Брюса Кэмпбелла, в общем кино получилось крайне-крайне зачетное, то есть огромное количество оттуда всяких сцен, они стали культовыми, ну то есть вот сцены, где он руку себе отрезает бензопилой, например, или где он закапывает свою мертвую подругу, которая потом восстает, то есть вот эта вот камера, которая страшно так вжжжж-жжжжж с таким звуком гонится, Это тоже всё пошло оттуда именно. В общем, фильм просто, ребята, потрясающий. Он вообще не устарел. Если вы его не смотрели, обязательно скачайте и посмотрите. Зловещие мертвецы, часть вторая. Потом я посмотрел после второй части третью. Третья часть, это вообще уже не ужастик. Это чисто комедия с чёрным юмором. Но там в ней вообще... Её даже детям можно смотреть. Вот реально, там лет, наверное, с 10-12 она вообще не страшная. То есть, в ней стало намного больше юмора. Правда, юмор этот, он... Ну, как вам сказать, он местами стал слишком такой уж какой-то... Ну, гэговый, что ли, чересчур. Хотя я тут на любителя. Мне просто вот третья часть нравится меньше, чем вторая. Там сюжет такой... Забыл, кстати, рассказать сюжет второй части. Ну, так, в общих чертах. Потому что главный герой попадает в дом и вокруг этого... А там, блин, я что-то, ребята, уже забыл. В общем, суть в том, что центральная вещь, в которой крутятся все фильмы, это Некрономикон книга. Там в каждой из серий кто-то что-то прочитал в ней не то. И зло вышло, собственно говоря. И вот Брюс Кэмпбелл с ним сражается. А во второй части действие происходит в наше время в заброшенном доме. Где по очереди это зло убивает всех в нём находящихся, кроме Брюса. Вот. А в третьей части, там Брюс, он попадает в какой-то временной разлом и отправляется в Средневековье. Где тоже продолжает сражаться. Это чисто гэговая комедия. Она крутая, тоже рекомендую посмотреть. Но лучше после второй части, чтобы было понятно. И она, ну, она не хуже, чем вторая часть, просто она немного другая. Но мне нравится она меньше. Потому что в ней, наверное, стало немножко поменьше чернушного юмора. И есть ещё первая самая часть, которую я посмотрел вообще не так давно, лет, наверное, 6-7 назад. Она является по факту тем же самым, что вторая, только там совсем мало юмора и гораздо больше, там, как бы ужасов, скажем так. Но там тоже играет главную роль Брюс Кэмпбелл. Но он там не центральный персонаж, то есть он один из персонажей. И по мне этот фильм стоит смотреть только если вам очень понравилась вторая и третья часть, хочется чего-то ещё. Да, ну, в целом, Кейнова неплохое. Оно вообще было снято в 81-м году. Там спецэффекты, конечно, смешные. То есть, ну, как бы... Из-за того, что в этом фильме меньше юмора, он немножко устарел для нынешнего зрителя. А вторая и третья части, они абсолютно не устарели. То есть они по-прежнему очень смешные, очень интересные. Вот. Кстати, справедливости ради следует сказать, что бюджет первой части Зловещих Мертвецов всего лишь 350 тысяч долларов, ребята. Сборы при этом 2,5 миллиона были. Вторая часть Зловещих Мертвецов снималась уже за 3500 долларов и сборы были почти 6000. То есть, ну, по нынешним меркам это бюджет. Я не знаю, у нас, наверное, вон, Камеди Клаб за большее деньги снимает, мне такое ощущение. То есть, поэтому, как бы, за такие баблосы сняли очень неплохо. Я вот сейчас хочу посмотреть, сколько третья часть стоила, но, видимо, мне не судьба это глянуть. Так. Ну, ладно, в общем, сейчас попытаемся найти. Вот Зловещие Мертвецы 3 нашёл. А, сколько там? 13 тысяч долларов, а про сборы информации нет. Вышло на 92-м году. В общем, отличная кинотрилогия. В общем, рекомендую всем её глянуть, кто не смотрел. Поверьте мне, если вам нравятся вот жанры чёрной комедии. Такой, знаете, довольно, ну, чёрной комедии, которая держится в рамках приличия. То есть, как вам объяснить, в ней нету каких-то совсем вот там пошлых шуток и так далее. То есть, она, вот поймите неправильно, не поймите неправильно, но это очень добрые фильмы. Вот, в них как-то нету вот этой грязи, которая есть в нынешнем кинематографе. То есть, при том, что там море кровище, при том, что там мертвецы и так далее. Но эти фильмы, они по-своему вот обладают какой-то теплотой такой. Может быть, дело в том, что вот они были сняты вот, ну, в такой вот атмосфере, что ли. Я не знаю, чем это объяснить, если вы знаете, можете написать в комментариях. И не так давно был снят ремейк, ребята, Зловещих мертвецов, несколько лет назад. Полное говно, сразу говорю, я ходил на него в кино, мы с друганами решили собраться, сходить. Ну, мы как фанаты, у меня просто практически все друзья очень любят этот фильм. Мы даже иногда собираемся, чтобы пересмотреть, например, вторую или третью часть. Ну, там, раз в несколько лет. И, ну, ремейк настолько меня разочаровал, что я очень расстроился. Там, во-первых, нету Брюса Кэмпбелла, по-моему, вообще. Или он, может, какую-то эпизодическую роль там играет. И без него этот фильм вообще невозможно воспринимать. Кроме того, там вообще нет юмора, там практически, да, очень мало. Там, в основном, вот, тупо расчиненка, кровь, говно, там. Ну, это не то, ребята, это не Зловещие мертвецы. И я очень рад, что, как бы, по-моему, он провалился, этот фильм. И туда ему и дорога, собственно говоря. Но почему же я решил сегодня вот записать данный подкаст про эту серию? Все дело в том, что вышел сейчас, точнее, выходит сериал. Называется он «Эш против зловещих мертвецов». Надо, кстати, посмотреть, кто снял его, потому что я вот до сих пор так и не глянул. По-моему, ну, снял его, по-моему, не, этот, не Сэм Рэйми. Так, вот, нету, к сожалению, в списке тут еще. А вот есть, но, блин, на Вики его тут нету режиссера. Сейчас, может быть, гляну на кинопоиске, кто снял. Страна, режиссер Майкл Хо... А Сэм Рэйми тоже, да, участвует, ребята. Он просто не единственный режиссер, тут их целых три. Вот Майкл Херст, Сэм Рэйми и Рик Джейкобсон. Не знаю, кто такой Рик Джейкобсон и Майкл Херст. Сейчас посмотрю даже специально. Извиняюсь, что в таком формате, но у нас сегодня ламповое такое общение, поэтому, я думаю, никто из вас сильно не расстроится. Так, что у нас снял Рик Джейкобсон? Могучая восьмерка, Спартак. А, ну, нормально, как бы, хорошие. Плохие парни он снял. Неплохое кино было. Смертельная битва за воевую сериалку. Ну, так себе у него, в общем, ничего особенного. А у второго, у Майкла Херста, у него... Что-то вообще ничего знакомого нет практически. Ничего не могу найти. Ну, ладно, в общем, Сэм Рэйми главное, что есть, и это самое главное. И играет главную роль в этом сериале Брюс Кэмпбелл, которому уже 57 лет сейчас. Ну, не так уж много, на самом деле, по нынешним меркам. У нас в Сталлоне до сих пор под 70 уже снимается. Я уж про Клинта Исту-то вообще молчу. Я посмотрел, вышла пока только одна серия на момент записи вот этого подкаста. Я ее посмотрел, и я просто в восторге. Вот реально я в восторге. Это те самые зловещие мертвецы. Вот прямо те самые. Стиль угадывается с первых же минут. Буквально с первых же минут. Вот стиль черной комедии с дикими трэшовыми сценами из ужасов, где там поворачивающаяся голова на стоп... Ну, я не знаю, не буду вам рассказывать, все, сами посмотрите. В общем, я вот посмотрел первую серию, и я просто говорю, вот настолько мне понравилось, что... Ну, вот это тот самый Эш, как так зовут главного героя серии «Зловещие мертвецы», которого я ждал столько лет. И главное, что вот в этом сериале, да, в первой серии... Он очень дорого снят, то есть там очень неплохие спецэффекты, очень все классно. В нем соблюдается вот тот самый баланс вот этого чернушного юмора, и в то же время такой жути немножко, да, как вот во второй части «Зловещие мертвецы». Ну, может быть, в третьей частично. Тут, наверное, все-таки комедии чуть побольше, чем во второй, но в меру, то есть... И, ну, отлично просто все это смотрится. Я в диком восторге, ребят. Просто жду прямо вот вторую серию, прям не дождусь, когда можно будет посмотреть. Я вообще не люблю смотреть сериалы вот так вот, когда по одной серии выходит, но тут ничего не поделаешь, он только-только пошел. Ну, я думаю, что со временем я его посмотрю, потом, наверное, еще раз полностью пересмотрю, может быть, с друзьями соберемся, как-нибудь посмотрим. Потому что вот молодцы просто. Вот Брюс Кэмпбелл, это, кстати, очень талантливый реально актер. И самое печальное то, что у него нет ни одного нормального фильма, кроме вот «Зловещих мертвецов» практически. То есть он реально хорош. То есть это отличный вот актер для каких-то вот таких комедий. Он просто, ну, играет шикарно, ребята. То есть я еще раз говорю, если сравнивать его с Джимом Керри, по мне это, ну, примерно один уровень. То есть это оба хороши. И очень печально, что этот человек, он, ну, не снимался практически ни в каких фильмах. То есть у него есть, да, он очень много камео всяких у него там, всяких, ну, скажем так, ролей там второго, третьего плана, то есть вот такого вот. Но чтобы он играл главную роль, таких фильмов практически нет. Он часто очень озвучивает кого-то там, но это реально печально. То есть то, что вот шикарный актер, ну, скажем так, не снискал такой вот популярности, которой он достоин, без сомнения. Вот. Но сейчас у него есть возможность, скажем так, уже под такой солидный возраст, все-таки, ну, вернуть, скажем так, себе былую славу. Ну, и я надеюсь, что, ну, все у него будет хорошо. С ролью, сразу говорю, он справился отлично в новом этом. Вот это действительно тот самый Эш, которого мы все помним, все, кто смотрел оригинальное кино. Да, и, ну, у меня нет сомнений, что он справится. Вот я посмотрев первую серию, я понял то, что все будет нормально. То есть что все, он, вот он не подведет точно. По тому, как она снята, я вижу то, что вот с любовью взяты вот эти все самые наши обожаемые моменты из оригинальных фильмов, там, вот с этим вот злом, которое с таким звуком летит там над землей и сносит все на своем пути. Вот эта вот бензопила знаменитая тоже есть. Все это есть. И, ну, у меня, говорю, посмотрев, я вот перед, я боялся, ребят, смотреть вот даже первую серию, потому что у меня почему-то казалось, что опять все испортят. Но вот зайдя на кинопоиск, я увидел, что рейтинг, ребята, у этого сериала, сейчас скажу, какой, очень высокий, я помню, что очень высокий рейтинг, а вот какой 8,35. Это много, ребят, это очень много для сериала, это очень хорошо, да. А вот рейтинг AMD вообще 9,4, это вообще жесть, то есть это очень много. И, ну, понятно, ребят, что это будет круто. То есть в любом случае, вот уже, знаете, появилось такое спокойствие, что вот, ну, не про срут. То есть первую серию сняли, все хорошо, будет нормально все. Поэтому, ребят, кто из вас до сих пор не приобщился к этой замечательной киносерии, рекомендую начать просмотр со второй части «Зловещая кино». Первую можете не смотреть, ничего не потеряйте, поверьте мне, она никак не связана с последующими частями, она отдельная вообще. Первую можете посмотреть, только если совсем, ну, очень понравится, да, и захочется еще. Смотрите сначала вторую часть, потом третью. Ремейк смотреть не надо вообще, забудьте просто, его нет. Его нету просто. Он никак не относится к этой серии. Сначала вторую часть, потом третью, потом смотрите сериал, собственно говоря. И я уверен, что вот если вам нравится этот жанр, то, ну, сто процентов вы не разочаруетесь. Вот можете в комментариях писать, если вы уже смотрели оригинальные фильмы, смотрели сериал, писать ваши какие-то, ну, там, любимые, может быть, места, там, какие-то, какие-то ваши мнения пишите. Спойлерить, в принципе, можно. Я ничего такого в этом не вижу, потому что оригинальные фильмы очень давно вышли, ну, там, да и спойлеры-то не сильно страшны для таких фильмов, на самом деле. Там, это фильмы ситуации, то есть там глобальный сюжет, он довольно примитивный, то есть там, ну, он прикольный, но он без каких-то там, прям переворотов таких. Можете писать, в общем, все, что хотите. Обязательно ставьте пальцы вверх, если вы тоже любите эту серию Зловещих Мертвецов. И подписывайтесь на канал, если вы по каким-то причинам все еще этого не сделали. Всем до скорого, друзья. Всем пока.